Сегодня компания Redmi представила не только два смартфона Redmi K30 Pro, который крут. Эта модель перспективнее, чем прошлогодний Redmi K20, который известен в Европе как Xiaomi Mi 9T. Тогда еще Redmi не был отдельным брендом для Европы. Кстати говоря, суммарно продажи смартфонов Redmi K20 превысили отметку в 5 миллионов штук. Также компания представила и немного бафнутую модель с улучшенной камерой, Redmi K30 Pro Zoom Edition. Подробно о смартфоне и его стоимости можно посмотреть в подсказке. Также Xiaomi анонсировала и 98-дюймовый телевизор по привлекательной стоимости. Новый телевизор называется Redmi Max 98. Он оснащен панелью с разрешением 4К. Сердцем телевизора выступает новая этнокристальная система, которая производится с использованием 12-нанометрового технологического процесса. Какая именно, не уточняется. Сам телевизор будет доступен в единственной конфигурации. 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта накопитель. Цена новинки составляет 2825 долларов. Он поступит в продажу в ближайшие дни. Также Redmi представила и умную колонку с 8-дюймовым экраном, голосовым помощником и детским режимом. Что-то похожее продается уже около года. Это либо глобальная версия, либо измененная. Разрешение встроенного экрана всего лишь HD. Есть встроенная камера. Как только камера определяет перед собой ребёнка, колонка переключается в особый режим работы с отображением только детского контента. В устройство встроен фирменный голосовой помощник от Xiaomi третьего поколения. О русском языке пока речь не идёт, а значит коротко о цене. Новинка поступит в продажу на домашнем рынке, то есть рынке Китая, 27 марта и будет предлагаться по цене 50 долларов. И да, к сожалению он не на полноценном андроиде как конкуренты. Продолжение следует...